Милицейская волна. Вам слово. Сириной Волк. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии «Милицейской волны» Ирина Волк. И сегодня у меня в гостях человек с потрясающей харизмой и мощнейшей энергетикой. Его песни пробирают до мурашек по коже. Его исполнение и его голос заставляют вставать и подпевать многотысячные стадионы. Приветствую. Здравствуй. Я не с пустыми руками, как я мог. Красиво. Спасибо большое. Можно на «ты»? Да, я думаю. Прекрасно. Спасибо. Ну, потом сразу, мадедов. Здравствуйте. Самое главное – внутренний ваш свет. Да, это правда. Можно все. В студии «Милицейской волны» любимый миллионами россиян «Шаман». Ярослав, здравствуйте. Я очень рада видеть вас сегодня здесь, в студии «Милицейской волны». Всем привет. Милицейская волна. Ярослав, расскажите, как вам удалось попасть в сердца миллионов? Может быть, есть какая-то тайна или какой-то секрет? Мне кажется, что секрет все-таки – это в честности. Там, где поет душа, там, где легко дышать. И дарят свет. Ну, плохо поешь. Спасибо. Места родные. А еще, Ярослав, я уверена, что залог вашего успеха в вашей искренности – это выражается очень по-многому, и когда вы выступаете перед многотысячным коллективом, и когда ты выступаешь вместе с уличными музыкантами, с простыми ребятами. Это было недавно в Рязани. Ярослав, я правильно понимаю, что это была полная импровизация? И как тебя отпустили твои поклонники оттуда? Это действительно была импровизация, мы действительно прогуливались. Так кому все-таки посвящена эта композиция? Расскажите нам, пожалуйста. И почему ее создание далось вам через слезы? Когда ты представлял своего папу, ты сказал, что этот человек, который не только подарил жизнь, но и который спас ее. Расскажи об этом. Время буквально там на секунды. В результате все прошло удачно, он меня спас. Ярослав, у меня сейчас к вам будет очень такой глубокий и философский вопрос. Скажите нам, пожалуйста, ради чего можно пожертвовать делом всей своей жизни? Какое место в России вы любите больше всего? Россия. Милицейская волна. Для музыканта, для творческого человека больше ничего, нет другого счастья, кроме как родить песню для автора, удачную песню. И потом второе счастье, когда ты ее открываешь, даришь слушателям, и она успех еще приобретает. Я являюсь автором, помимо всего прочего, еще и всех аранжировок. То есть со мной не работают звукорежиссеры. Вот здесь добавьте скрипку, вот здесь фортепиано. Нет, я сам все делаю. Ты сам все делаешь? Да, у меня дома вот такой примерно кабинетик, тоже отделанный вот этими всеми. И я один в одиночку спокойно абсолютно делаю аранжировки всех своих песен. То есть я не работаю, не сотрудничаю ни с одним звукорежиссером. Весь полностью продакшн, песен. Говорят, что любой конфликт можно разрешить словом. Так ли это? Нет, не так. Иногда надо разрешать не словом, а делом. Правильно. Ты идешь по улице, видишь, как совершается преступление, твои действия. Мешаюсь, конечно. Что же, я мимо, что ли, пройду? И в 112 надо набрать. А, в 112. Да, конечно. Это если у меня телефон с собой будет. Да. Расскажите нашим радиослушателям, какая сегодня российская полиция. Вот такая. Мне очень хочется сделать для тебя подарок музыкальный сегодня здесь, в этой студии и поставить любую композицию, которую ты пожелаешь. А давайте мы попробуем поставить песню для вас в исполнении Игоря Крутого «Как ты прекрасна». Спасибо. В студии «Милицейской волны» был сентиментальный, добрый, красивый, талантливый, перфекционист, шаман. До встречи на «Милицейской волне» и берегите себя, пожалуйста. Вам слово с Ириной Волк.